Погружение в мир книг. После продолжительного перерыва в Центральной библиотеке имени Сергея Есенина возобновили экскурсии для школьников. Первыми в одном из главных книгохранилищ городского округа побывали ученики Люберецкого лицея номер 4. Мой коллега Григорий Ворванин также не упустил возможности и погрузился в таинственный мир книг. Для большинства учеников 2-го класса Люберецкого лицея номер 4 это первое знакомство с Центральной библиотекой имени Сергея Есенина. При этом все как один признались, книги читать любят. У меня дома две полки книг есть и я много читаю. Мне очень нравится Андрей Усачев. Я люблю его стихи и он написал Маруси и Рогопед, что мне очень понравилось. В этой библиотеке Женя Касимов был раз 20. Брал разные книги. Больше всего понравились про автомобили и технику. Моя самая любимая здесь книга. Первое путешествие в мире машин. Там написано, как сделаны машины и роботы. В этой библиотеке хранится около 200 тысяч книг. Здесь уверены, даже если все жители городского округа Люберцы одновременно захотят почитать, книг хватит всем. Во время экскурсии ребятам рассказали не только об этом факте. Прежде всего научили, как не заблудиться в мире книг и найти нужную на полке. Книги о путешественниках, о том, как открывалась наша планета, мы можем найти за разделителем 26.8. Современная библиотека — это не только книги и журналы. Есть здесь и виртуальный читальный зал, и зал с музыкальными инструментами и книгами о музыке. А обычный читальный зал на время может стать кинотеатром. Мы сейчас специально ставим перед собой задачу ребятам отходить от мультиков, а больше показывать фильмы познавательного характера для их уровня, для их возраста. Это была первая экскурсия после продолжительной паузы. Библиотеки надеются, что теперь ученики люберецких школ будут чаще погружаться в мир книг. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Грация, ловкость и красота. Во дворце спорта «Триумф» состоялся чемпионат и Кубок Московской области по художественной гимнастике. Затем, как юные спортсменки состязались в изящном бросании, ловле мячей, булав, лент и обручей, наблюдал Александр Колганов. Ярослава Крылова занимается художественной гимнастикой с четырех лет. Из всех снарядов одного из самых зрелищных видов спорта больше всего ей нравится лента. Ярослава говорит, что номера с этим предметом самые красивые и одновременно самые сложные в исполнении. Во-первых, она длинная, там 5-6 метров, она может завязываться, у нее может сама леночка от палочки отстегнуться. И на самом деле очень тяжело работать, и там плюс за каждый неровный рисунок, за каждое касание, даются сбавки, и это очень тяжело ей работать. В свои 14 Ярослава участница многих всероссийских соревнований. Недавно она выполнила норматив на КМС. В планах стать мастером спорта. Юная спортсменка уверена, художественная гимнастика развивает много полезных качеств. Все гимнасты неответственные, они помогают друг другу. Они всегда почти старательные, они преодолевают страх, то есть волнуются на каждом соревнованиях, выступают хорошо. Они могут радоваться друг за друга, и в принципе они рады, если их соперница даже будет. В течение трех дней в Люберецком триумфе выступили более 400 юных гимнасток. Спортсменки состязались в групповых упражнениях и представляли индивидуальные программы. Правила такие, что чем больше ты набросаешь, чем ты правильнее наловишь, тем ты больше получишь оценку. Дети очень стараются, но в связи с тем, что некоторые и до сих пор не вышли еще из пандемии, некоторые школы закрыты. И дети, тренеры находятся в спортивной школе, едут друг к другу в гости для того, чтобы тренировать детей. Эти соревнования – отборочный этап на чемпионат Центрального федерального округа. Он пройдет с 6 по 8 февраля в Рязани. Люберецкий округ поедут представлять Дарья Мелещенко и Елизавета Шайдурова.